Опорный населенный пункт – это пункт, где осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры одного или нескольких муниципальных образований. Разработку мастер-планов комплексного развития Владивостока, Артема, Большого Камня, Находки, Уссурийска и Арсеньева обсудили на совещании с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципалитетов, под руководством председателя правительства края Веры Щербины. Планы предусматривают реализацию 370 мероприятий, это почти тысяча конкретных поименованных объектов и еще ряд комплексных задач по ремонту инженерных сетей и благоустройству территории. Всего с учетом внебюджетного финансирования планы в 2023-2024 годах должны быть профинансированы на 160,4 миллиарда рублей, обеспеченное сегодня финансированием на 74%, практически 122 миллиарда. Такие высокие цифры обусловлены рядом крупных инвестиционных проектов, включая Владивосток, Артемовскую ТЭЦ, строительство ТЛЦ «Артем», БТЛО, горнолыжного курорта в Арсеньеве и других больших объектов. Также поручено разработать программу развития двух тысяч городов, городских агломераций и сельских населенных пунктов. 27 мая наконец-таки завершились работы по принятию подготовки документов мастер-плана города Арсеньева и на сегодня мы имеем полностью разработанные планы во всех шести городах согласно поручению президента. На основании данных мастер-планов были утверждены долгосрочные планы социального экономического развития и фактически регионы Дальнего Востока выступили у нас пилотной площадкой для формирования механизмов долгосрочной программы стратегического пространственного развития Российской Федерации. На основе нашего опыта корпорация ВЭП РФ совместно с Минстроем Минный Восток Развития и Дом РФ подготовила национальный стандарт мастер-планов. По итогам программы создания мастер-планов для невосточных городов было предложено распространить металлогические рекомендации и на другие города страны. Работа над реализацией мастер-планов должна быть ежедневной. Хочу сказать, что мы сейчас на разных площадках, там везде встречались с федеральными органами власти. Черным по белому все говорят, что все виды финансовой помощи из федерального бюджета будут ориентированы только на мастер-планы. Такое благоустройство территории и инфраструктуры стало возможным с появлением нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.